Мы даем вещь занюхать человеку, который потерялся в лесу непосредственно. Вот его куртка, где он ночевал, дежурил, расторожил. Я непосредственно даю, и в последний раз его видели здесь, этого человека. Хорошо, ищи. За дело берется полицейский хана. Пропавшего зовут Роман Бывалов. Ему 31 год, житель поселка Молодежный. Отправился за грибами и не вернулся. Там пошли вторые сутки поисков, и на счету каждый час. Туманы и роса смывают запахи, другие грибники путают следы. Будем искать его, потому что человек говорит, что со здоровьем у него не все хорошо. Нам надо найти этого человека, может быстрее. Пропавший страдает эпилепсией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. На хану большая надежда. Она, сотрудник опытный, в лесах не раз находила заблудившихся. В городах и деревнях воров и грабителей. Проходит 10 минут, и вот первый результат. Это вещи пропавшего. Сапоги, куртка, штаны и нижнее белье. Полицейские говорят, грибники сообщили, что видели в лесу голого мужчину. Получается, он здесь разделся. Собака привела на начальную точку, откуда он пришел, где он снял вещи непосредственно. Старший оперуполномоченный Роман Шемякин составляет протокол и составляет опись. Поиски продолжаются. Сложность заключается в том, что не знаешь, куда человек ушел. Сначала нужно установить, так скажем, квадрат поисков. На это тоже уходит время. Район Иркутский большой. У местных жителей начался грибной сезон. У полиции поисковый. Только в Иркутском районе за последний месяц потерялись 15 человек. Сейчас в розыске находится четверо. Кроме Романа, это еще трое грибников пенсионного возраста. На 28-м Байкальского тракта потерялся ветеран войны. Тоже не можем его найти. И вот в добролете потерялся мужчина 39-го года рождения. Тоже ушел в лесной массив 6-го, 8-го августа. И до сих пор его нету тоже. За ягодами пошел. Это только официальная статистика. Не всех заблудившихся ищет полиция. В основном выходят сами или их выводят другие грибники или туристы. Между тем, никаких других следов Романа Буевалова обнаружить не удается. Никого не встречали? Нет. Мне женщина еще возле будки встретилась утром. Она уже с грибами. Говорит, вчера бегал тут мужик. Да. Одна милиция приехала. Нет, никого не встречали. Больше не видел. Один дед был, но он одет и старый. Ну смотрите, человек потерялся. И все, вдруг где-то что-то, чего-то в полиции сообщите. Хорошо, телефон есть. Спасатели напоминают, даже опытным грибникам стоит соблюдать элементарные меры предосторожности. Сообщать близким, куда идут, надевать что-то яркое, брать с собой еду и теплую одежду. Если заплутались, сразу звонить по экстренному номеру 112. Вот гриб нашелся, вот второй, и третий. И так ты совершенно в другом месте. Затеряться в лесу проще простого. Особенно неопытному грибнику, поэтому спасатели и полицейские советуют брать с собой в лес телефон и даже два. А еще лучше запасными батареями. И класть их в закрытые карманы, чтобы по дороге они не выпали. Даже если нет связи, человека можно найти по GPS. Было очень много случаев, когда людей находили с помощью телефона. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас. Новости сейчас. Новости сейчас.